Минувшая сессия городского совета, которая состоялась в последний день зимы, была довольно жаркой. Какие решения были приняты? Смотрите далее в сюжете. Депутаты заседали до полуночи, но повестку дня исчерпали полностью. Напомним, что рассмотреть должны были более сотни вопросов. Так переименовали остров Ленина. Теперь он носит гордое имя Сагайдачного. Увеличено финансирование здравоохранения и социальной сферы. В частности, обещают открыть новые группы в детских садах. Все, что происходит в сессийной зале, в Запорожской Минской Раде, и все эти решения, которые принимаются, они должны идти только на пользу жителям города Запорожья. Это самое главное. Для жилищных кооперативов и ОСМД радостная новость. Ставка аренды земли для этих форм собственности решением сессии горсовета снижена в 100 раз. Это решение делается для оформления земли под ОСМД, под ЖСК и так далее. Мы снизили эту ставку до 0,03. Это самое минимальное, которое мы могли уменьшить. Это в 100 раз меньше, чем была установлена ранее. Предусматривается максимально минимальный налог на землю для жителей домов ОСББ и для кооперативов, который в свою очередь был одним из основных камнем преткновения, чтобы переходить в ОСББ. Таким образом появится механизм передачи земли при домовой территории в аренду. Особый резонанс среди депутатов вызвал вопрос торговой блокады. В повестку дня сессии был внесен ряд обращений к президенту Украины, Верховной Раде и правительству. Журналисты поинтересовались позицией мэра города Владимира Буряка относительно факта торговой блокады и вынесенного на рассмотрение сессии обращения. Я воспринимаю и город, и страну нашу, и людей, которые в нем живут, работают, выполняют свои функции, что каждый должен выполнять все по закону. Поэтому мое отношение, что к блокаде я отношусь как негативно, это я сразу говорю. Потому что я считаю, что это сегодняшнее действие незаконно. В результате в ходе сессии депутаты приняли обращение к руководству страны принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, так как блокада ставит под вопрос энергетическую безопасность страны и приносит убытки бюджету. В 23.40 все вопросы были рассмотрены, и городской голова Владимир Буряк закрыл сессию.